В студии столицы Нижней Вероника Генкина, активист движения в защиту автозаводского парка. Здравствуйте. На прошлой неделе прошел митинг против реконструкции Младежного проспекта. Вопрос формулирую предельно просто. Что это было? Два варианта ответа. Местные жители не хотят улучшения условий проживания в своем районе, или все-таки власть нарушает грубо закона, который сама же, кстати говоря, и принимает? Какая безальтернативная, да? Да, безальтернативная, конечно, позиция. Я думаю, что нарушение законов и есть, конечно, констатировать, какие именно законы, вот сейчас прямо вот выложить, я не готова, может быть. Но это сделает Александр Кулаков, мы это знаем. По крайней мере, нарушаются в два раза санитарно-защитные зоны автозаводского парка, нарушаются санитарные нормы очень грубо людей, которые там будут проживать. А давайте мы поймем, вот русскими словами, что это такое санитарная норма, то есть, что это значит? Ну, если на проспекте Гагарина и на проспекте Ленина от проезжей части многополосные, там порядка 50-100 метров до жилых домов, и причем на первых этажах там в основном офисы, то здесь метров 12-15. Не совсем мало. Да, да. То есть, ну как люди будут жить в таком, в таком аду? Там вообще всего 30 домов стоит. Всего 30 домов? 30 домов по проспекту Молодежному, да, которые будут жить в экологически невыносимых условиях. Людям предлагают жить за экранами, поскольку они находятся, значит, дома в 12 метрах от дороги, там поставят экраны прозрачные, которые будут постоянно запыляться, там, значит, садик стоит на дороге. Да, и вставят шумозащитные окна. Где? В квартирах? В квартирах. За счет бюджета? Видимо, да. День, столько денег возьмут, непонятно. Непонятно. Ну, вся эта застройка, это цен, и вместе с парком, это застройка соцгород-автозавода, который охраняется государством, это памятник регионального значения, да, исторический памятник регионального значения, сама застройка. И там ширина улиц продумана так, что рядом парк. Там трамвайчик раньше ходил, а потом мне хотели сделать пешеходную эту улицу. Парк, вообще, этот район, я восхищаюсь, он как курорт. Да, я с вами согласен. Он как курорт. Попробую вас в другую сторону качнуть, а вы правда верите в то, что там пойдет такой огромный трафик, как нам сейчас говорит правительство, что там прям машины будут ездить просто из аэропорта? Там же дорога такая очень странная. И, в принципе, все пока ездят через южное шоссе, там, вот в том направлении. Вообще, проект очень странный. С одной стороны, нам говорят, что эта трасса будет цедлена, эта дорога будет цедлена с трассой М7 федеральной. Это означает, что по ней пойдут фуры. И изначально она рассчитана на скоростную магистраль. На что сегодня готовы люди, чтобы вот этого не произошло? Они готовы на много. Они хотят многочисленные акции, они хотят идти в суды. Ну вот то, что уже было, расскажите. Мы уже написали президенту, вот у меня письмо. О чем? С какими требованиями? Они считают, что эта дорога вообще не нужна. А во-вторых, с одной стороны, говорят, что это будет совершенно замечательная дорога, которая там на Дежинск поет и так далее. Да нет, не будет этого. Она пойдет на аэропорт. Вы едете на работу в аэропорт? Нет, конечно. Нет, я тоже нет. Говорили о том, что там что-то будут сносить, что-то будут перестраивать. Расскажите про это поподробнее. Во-первых, там под снос идет вся инфраструктура уличная, включая зеленые насаждения, фонари и так далее. Все идет под расширение. Причем автозавод построен на болотах. Там, где хотят вдоль железной дороги, это новую дорогу прокладывать. Это болото. Садоводы сейчас в ужасе. Там, значит, работают в гаражном кооперативе. Это человек, который работает на железной дороге. Он инженер, он знает, что это такое. Он говорит, там болото. Ребята, как там можно это прокладывать? Они хотят тоннель прокладывать под железной дорогой. Кто его будет обслуживать? Тоннель это где, в районе Петряевки? Не в районе Петряевки. Они до Петряевки доходят. Ее не переезжают, поворачивают, срезают все сады. Поворачивают налево. Срезав все сады, они поворачивают. Они проходят, ныряют под железную дорогу. А, и выходят фактически там же, где сейчас в Стригином. Выходят в Смирновских дачах, в памятнике природы. То есть, ребят, ну как так можно? Ну, памятник природы. И там, значит, болото. Что значит болото? Это значит, нужна грамотная инженерная защита, дренажная система. Это не простой тоннель там где-то сделан. Это нужно быть монументальное сооружение, которое выдержит тряску поезда, которое будет дренировать куда-то сточные воды. А куда их дренировать? У них некуда. Рядом сады, рядом Доскино. И вот садоводы пишут, что эти воды будут затопливать подвалы домов Доскино и пойдут еще и на город. Местные жители вышли на акцию. Что было, расскажите. Выступали, не выступали? Сколько людей собралось? Ну, это было шествие, которое нам разрешили. То есть, даже администрация разрешила? Да. Это было согласованное шествие по проспекту Молодежному. Были какие-то общественные слушания по этому поводу? Да, прошли общественные слушания. Совсем недавно были публичные слушания. И оба этих мероприятия прошли абсолютно без участия автозаводцев. А кто же там был? Общественные слушания. А там были только специалисты. В 9 часов утра на варварке для автозаводцев. В понедельник. Можете такое представить? То есть, ну, все сделано для того, чтобы жители не участвовали. Туда не попали. Туда не попали, да. То же самое прошли публичные слушания. Где они были, мы вообще не знаем. Хорошо. Сейчас предлагаю отличиться буквально на пару минут, чтобы посмотреть, как развиваются прибрежные территории в Нижнем Новгороде. Уже через три года этот пустынный берег Аки украсят 8 красавцев домов. Но работа по их возведению началась гораздо раньше, чем был вырод котлован и забита первая свая. Еще два года назад в географическом центре нашего города, около площади Комсомольской, все могли видеть большой пустырь с заросшей кустарником. И только принятая городом концепция освоения прибрежных территорий положила начало большим переменам. Совсем скоро берег Аки один за одним начнут украшать дома современного жилого комплекса. Это открытое место. По сути, одна из видовых таких точек в Нижнем Новгороде. Поэтому было принято решение проектировать высотные дома, которые, как вы говорите, о респектабельности, надежности жизни в таком районе. Престижности жизни в таком районе. Авторов проекта волновал не только внешний вид жилого комплекса, но и комфорт проживания в нем. А поэтому при работе над проектом было учтено множество деталей. Дома располагаются таким образом, чтобы каждая квартира получила по максимуму солнечного света и тепла. И чтобы из окон наибольшего количества квартир открывались прекрасные виды. Реку Ака, Дятловы горы, Стрелку. Более верно будет сказать, что жилой комплекс проектирован так, чтобы в себе сочетать комфортность и эстетичность. Внутреннее пространство зданий также подчинено требованиям функциональности и удобства. В подъездах просторные входные группы, 4 лифта, 2 грузовых и 2 пассажирских. В квартирах продуманные планировки, отвечающие требованиям большинства жителей мегаполиса. При проектировании домов такого типа, большое внимание уделяется площади кухни, ванных комнат, гостиных. И при, в общем-то, относительно небольших площадях пропорции комнат создают комфортные условия для жизни людей. Проектные работы продолжались несколько месяцев, но еще больше времени ушло на подготовку строительной площадки. Дело в том, что жилой комплекс состоит из высотных домов. И прежде чем начать их строить, на территорию будущей застройки было завезено более 720 тысяч тонн песка. Это позволило выровнять и укрепить площадку, а также создать необходимые условия для будущего благоустройства – посадки деревьев и кустарников. В центре микрорайона будет большая зеленая зона с детскими и игровыми площадками, местами отдыха для людей всех возрастов. В целом на территории жилого комплекса планируется высадка 370 деревьев и более полутора тысяч кустарников. В концепции строительства жилого комплекса учтено все для создания комфортной жизни. Уютные квартиры, благоустроенная территория, развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка – все это составляющие успешной жизни, выбор в пользу которой ежедневно делают более 10 нижегородских семей. Ну а мы будем и дальше следить за тем, как рождается ее счастливый талисман. Возвращаемся в студию. То есть я правильно понимаю, что на сегодняшний момент компромисс, вот именно все, что касается проспекта Молодежный, невозможен. Я не знаю, о каком компромиссе может идти речь. Ну, например, о компромиссе… Дорога, которая не нужна. Нет, нет, я сейчас… Да, я хорошо это предложил. Расширить южный шоссе. Вот, правильно, расширить южный шоссе и сделать ту самую дорогу. То есть оно на самом деле широкое. Оно дальше сужается после улицы Патриотов. Там достаточно места до домов. Оно специально сделано для того, чтобы приезжать из аэропорта и видеть, вот как пишут здесь садоводы, хотя бы видеть. Гости поедут, и они хотя бы увидят живых людей, жителей города, не испуганных губернатором, да, и не униженных губернатором. Это самое, чтобы они увидели живые, улыбающиеся лица. А губернатору-то самому вы обращались? Или решили сразу, напрямую к президенту? Губернатору, вот мы, вот, Попечистский совет автозаводского парка обращались два раза. Что он ответил? Ответили, что все хорошо, прекрасный маркизм. Вероника, спасибо вам большое за наше с вами интервью. И будем надеяться, что какой-то, может быть, положительный результат и все-таки какой-то компромисс будет найден. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА